Всем привет! Сегодняшний наш ролик будет посвящен укоренению усов у клубники, как мы ее называем, но более правильно это крупноплодная земляника. Последние уже лет 15 я веду ее исключительно всю на черном спонбонде, соответственно усы самостоятельно укореняться не могут и приходится их принудительно, скажем так, укоренять. Для этого тут особо, как говорится, никаких сложностей нет. Самое оптимальное, к чему я пришла, это происходит укоренение вот в таких вот горшках по 9 укороченных, то есть они идут 9,9 на 7, наверное, высота. Почему это делается именно так? Потому что некоторые усы бывают на очень коротком расстоянии от куста и если горшок будет высокий, 9, то соответственно ус туда не ляжет. Укореняю я по два уса, вот как вы видите здесь, потому что именно по два уса я и сажаю. Здесь вот перед вами это однолетние посадки, то есть они были высажены в прошлом году, конец августа, сентябрь месяц и далее уже прекрасный урожай крупных, хороших, здоровых ягод. Всю клубнику я веду в двухлетней культуре, то есть вот сезон оно отплодоносило и следующий сезон еще один разочек и все на выброс, какие бы красивые не были кусты. Обратите внимание, какая листва у клубники сейчас, это июль месяц, все зелененькое, без каких-то там пятен, без каких-то повреждений. Все благодаря тому, что клубника обязательно обрабатывается весной, это всего лишь один раз было иметь препаратами, но и сейчас вот июль месяц был собран урожай с ранних и ремонтантных сортов. Вот перед вами здесь как раз ремонтантные сорта, они уже пошли на второй круг плодоношения, цветения и усы здесь, посмотрите, вот он усик и уже с цветами и с плодами. Таких сортов у меня их несколько, тоже замечательная вещь, потому что можно иметь ягоду вплоть до середины октября в условиях нашей Витебской области, это север Беларуси. Итак, вот я их укореняю по две штучки сразу в горшочек. Значит, насыпается у меня готовый торфяной грунт в горшке, хорошенечко проливается, выставляется два усика и берется вот такая вот просто металлическая шпилька и сверху оно, вот оно видно, пришпиливается. То есть усы эти кладутся в этот горшок поверхностно, ничего там не заглубляется и просто вот она шпилечка, она как бы фиксирует все это дело. Усы я беру исключительно первого порядка. Что такое первый порядок? Это вот ус, который идет непосредственно от самого куста. Если от этого уса идет еще дальше, то это уже будет второй порядок, третий и так далее. Если вы занимаетесь разведением какого-то нового сорта, ценно у вас там всего буквально два-три кустика, то с него для получения большего количества посадочного материала можно брать усы какого угодно порядка, и второго, и третьего, и четвертого. Везде генетический, как говорится, потенциал будет одинаковый. Единственное, что чем дальше у вас будет ус от маточного растения, то есть вот это вот первый порядок, вот от него пошел второй порядок, тем он будет слабее и соответственно ему надо будет больше времени для того, чтобы сформировать хорошую настоящую розетку. В каком, скажем так, состояние я начинаю укоренять. То есть вот это вот еще как бы маловат усик. Как правило, готовый ус, он имеет уже где-то два-три листочка, и вот здесь вот уже начинаются зачатки корней. То есть вот он в таком вот виде лежит на спонбонде. Иногда корешочки, если даже могут достигать уже где-то 3-4 миллиметра, то есть как бы пищат и просятся в земельку. И вот тогда я их уже начинаю укоренять. Если совсем маленькие усы, где бы вам тут показать, ну вот предположим, вот этот вот ус, вот он еще не готов для укоренения. Хотя тут даже вот видите, тоже корешочки пытаются, но здесь лист не развит. Его в принципе тоже можно начинать, но для того, чтобы полноценно он развился и укоренился, это пройдет очень много времени и соответственно будет грунт ваш пересыхать, это будут лишние телодвижения. Поэтому проще вот мне в таком виде я удаляю с него и дальнейшее продолжение уса, чтобы он не тратил силы. И если это ремонтантный сорт, я еще и по возможности убираю цветоносы и завязавшиеся ягоды, если это успеваю сделать, опять же, чтобы не тратились силы. И вот такой вот ус, он еще где-то у меня, ну неделю как минимум будет лежать просто на спонбонде, пока за счет материнского куста немножко не разовьется, а потом уже он идет на укоренение. Признаком того, что усы хорошо укоренились, будет то, что когда мы переворачиваем горшки, но здесь еще рановато, потому что я буквально вот несколько дней назад это поставила на укоренение, здесь пойдут снизу уже корешочки. Как только мы видим снизу корешочки, мы обрезаем усы, которые нас соединяют с материнским растением и все отправляем. Можно уже сразу, если подготовлены грядки, можно высаживать или на передержечку, где-то будет стоять в ящиках подписанные сорта, и как только будет возможность высадить их на грядку, туда и высаживаем. Все растения после плодоношения, частично лист убран старый, обработано от клеща, это обязательное условие, потому что клещ, он сильно вредит клубнике и не дает развиваться нормальной листве, соответственно, это будет, не даст нормально развиться в следующем году хорошему урожаю, поэтому обрезка листвы, обработка от клеща, первое время полив сразу после обрезки, ну и, естественно, азотная подкормка для того, чтобы вот эти вот кусты, они хватанулись сразу и пошли еще дополнительно развивать листовую массу с тем, чтобы, ну, как говорится, набраться сил для следующего плодоношения.